Вроде всем позвонил. Здравствуйте. С миром. Как меня слышно? Хорошо. Хорошо. Даже не знаю, что нужно. Библию, да, брать? Еще не была я у вас. Да, можете взять. Ну, я тут, может, в компьютере я буду тут показывать, здесь видно будет все. А можно не брать, да? Можно не брать, да. Сейчас я посмотрю, кто еще у нас участники есть. Я все-таки возьму, оставлю немножечко. Спасибо. 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 Так, видно у меня демонстрацию экрана мою или нет еще? Да, было видно. Вот сейчас видно, что у меня происходит на компьютере или не видно? Да, видно. Ага, все, хорошо. Ну что, все, братья, помолимся? Правда, мелко. Ну, так и должно, наверное. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Да, любезные утешители Души истины, уже везде Сы и вся исполняет сокровища благих и жизнеподателей. Приди и вселися дны и очистины от всякой скверны. И спаси блажа души нашей. Благослови, Господи, наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. И прибудь с нами в этот день. Тебе славу высылаем. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, сейчас надо микрофон и звук отключить. Вы у себя звук отключите сейчас? Микрофон и там есть снизу значок такой. Потому что надо, чтобы я говорил. Так, мы остановились на Евангелии от Иоанна. Первая глава, восьмой стих. До этого мы прочитали несколько стихов, в которых говорится о том, что Господь... А в лице Второй Троицы, что оно... Его называют Слово. Вначале было Слово. И это Слово было еще до начала мира. То есть до сотворения мира. Поэтому говорится, вначале было. То есть Слово было еще вначале. Не начало быть вначале, а уже было. И Слово было это у Бога. И Слово это было Бог. Из этого мы узнаем, что Он есть второе лицо Святой Троицы. И что все через Него начало быть, что начало быть. И что Он есть свет мира. И жизнь миру. И жизнь, и свет для человеков. И этот свет во тьме светит. Тьме. То есть тьма это грех. И Он пришел, этот свет, в мир. И вот читаем восьмой стих. Здесь говорится про Иоанна Предтечу. Иоанн Георгий Туана. Первая глава, восьмой стих. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Толкование. Светом мы можем назвать каждого из святых. Но светом в данном значении не можем назвать. Потому что Господь является светом в полном смысле слова. Например, если кто тебе скажет, Иоанн, есть ли свет? Согласись. Если же спросит, уже ли Иоанн есть он и свет? Скажи нет. Ибо сам Он не есть свет в собственном смысле. Но свет по причастию, имеющий сияние от истинного света. Иоанн Георгий Туана. Первая глава, девятый стих. И был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Сколько зависит от него самого. Он просвещает всех. Ибо скажи, пожалуйста, разве не все мы разумны? Разве не все по природе знаем добро и противное ему? Разве не имеем способности через размышления о тварях познавать Творца? Посему разум, данный нам, оставляющий нас природою, который называется законом естественным, может быть назван светом, данным вам от Бога. Если же некоторые худо воспользовались разумом, те сами себя омрачили. Этим он не испровергает ересь Фотина и Павла Самосадского, утверждающего, что единородный тогда получил бытие, когда родился от девы. А прежде всего не существовал. Ну, такой был еретик. Еретик. И ты, Ири, Арианин, не признающий сына Божий истинным Богом. Слушай, что говорит евангелист. Свет истинный. То есть, свет истинный. Как он может быть только лишь человеком, если сказано, что свет истинный? Никакой человек не может быть таким. И ты, манихей, говорящий, что мы созданы злым творцом. Слушай, что свет истинный просвещает всякого человека. Если творец злой, есть тьма, то он не может никого просвещать. Ну, это логично. Евангелие Туана, 1 глава, 10 стих. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Но мир его не познал. То есть, худые люди, занявшиеся мирскими делами. Хорошо тут написано, что не просто худые люди, которые какие-то там убийцы, но занявшиеся мирскими делами. То есть, не обязательно, чтобы не познать творца, быть каким-то там убийцей, вором, богохульником. Просто достаточно быть занятыми мирскими делами. И тогда вот мы видим, что мир у него не познал. Но все святые пророки познали. Со всех сторон доказывает, что он творец, отстраняя в одно время и безумие Манеса, говорившего, что все произвел злой творец, и безумие Ария, называющего сына Божьей тварью. Ну, то есть, сын якобы, его тоже Бог сотворил. А вместе и всякого человека, приводя к исповеданию Творца, научая не служить тварям, но поклоняться Создателю. Евангелие Тувана, 1 глава, 11 стих. И пришел к своим, и свои его не приняли. Здесь евангелист, очевидно, ведет речь о домостроительстве спасения воплоти. И весь порядок мыслей такой. Свет был истинный в мире, без плоти, и не был познан. То есть, еще Господь не воплотился, и его еще никто не познал. Потом он пришел к своим, с плотью. Под своими здесь можно разуметь весь мир, или иудею, которые он избрал как долю наследия, как участок и собственность свою. То есть, он готовил этот народ. И когда он к нему пришел, воплотился, он к ним пришел. И будучи, говорит, своим ему не все приняли его, ибо Господь не привлекает никого насильно, но представляет на собственном усмотрении произвол. То есть, вот это, вот здесь такие люди, называющие себя атеистами, они вот говорят, а вот докажите мне, что Бог есть. А почему Бог там не делает то, не делает все для них? То есть, они хотят, чтобы Бог над ними произвел насилие. Над их волею, над них, над их разумом, над их совестью. Я не говорю, вот если Бог произведет насилие, то есть, передо мной, тогда я поверю. То есть, ну какой насилие? То есть, вырвется из каких-то обычных вещей. То есть, какое-то чудо сотворит. Но мне кажется, что даже если бы Бог и сотворил перед ними чудо, они бы не уверовали. Поскольку, если бы они бы уверовали, то Бог бы сотворил чудо, ради того, чтобы они уверовали. И какой-то святой, я не помню, кто говорил, что Богу легче создать всю вселенную, сотворить, чем одну душу обратить в веру. То есть, это невероятное большое дело делает Святой Дух, когда обращает человека. То есть, это очень даже, это все непросто. А вот если думают, что все просто, что надо просто им чудо показать. Вот у меня друг, мусульманин есть, и я ему когда сказал, вот ты говорю, представь, если, допустим, у тебя умер родственник, а у него там кто-то умер тогда, по-моему, я говорю, и придет какой-то христианин, наложит на него крестное знамение, перекрестит, и тот воскреснет. Ты уверуешь, что Иисус Христос есть Бог? Ну, то есть, примешь христианство? Он говорит, нет. Я говорю, ну а почему? Он говорит, а я просто не смогу. Ну, то есть, я говорю, я не смогу, говорит, просто. Это что-то, говорит, для меня невероятное. Ну, то есть, люди не ищут истину, и потому и Бог и не открывается им. А что он будет метать бисерты перед свиньями? Если человек ищет, то и у него и чудеса будут какие-то, если ему чудеса нужны для уверования. А если ему это не нужно, он ищет истину в чистом смысле, то он и от Слова Божьего верует. Он только прочитает Слово Божие, и сразу же ему все понятно станет, какие там истины написаны. Он с радостью это примет. Если есть у кого какие-то дополнения, сказать что-то, кто-то хочет что-то дополнить, говорите. Мне слух режет, когда ты сказал, если Бог, как сказать, если Бог увидит, что нужно ему чудо, он покажет ему чудо, чтобы он уверовал. Все-таки базовое, мне кажется, и начало, и конец, и середина, это именно от Слова Божия вера, от истины, без всяких чудес. Потому что чудеса ищут, как там написано в Писании. Кто ищет? Люди мира сего, фарисеи и так далее. Всякие такие персонажи, которые не обременены Духом Божиим. Ну как-то так, не знаю, мне как-то вот так вот немножко. Но все равно Господь чудеса творил и привлекал себе за счет этого людей. Но я, конечно, имел в виду уверование не в полном смысле, а от неверия перейти к бытию, то есть что есть Господь. То есть из полного неверия в то, что есть потусторонний мир, я это, конечно, имел в виду. То есть как бы для атеистов, не то что для атеистов, для безбожников, ну и да, для полных. Конечно, как бы понятное дело, что вера в истинном смысле только от слова идет. А, ну еще и чудо-чудо-рознь. То есть Христос-то чудеса именно творил как бы в подтверждении вот именно истины. Как-то вот они были обоснованы, целесообразные, пользу приносили, чудеса Христа. А, искушая его персонажа, они просили каких-то пустых чудес, ну вот, которые мир любит, каких-то там фейерверков, пустышек. Да, да. Которые на их чувства произведут впечатления какие-то. Да. Ну для себя, это для себя. Бога себе как бы джин, который им будет выполнять желание. Ну вот, типа, я не знаю, можно ли так сделать сравнение, как вот этот благодатный, так называемый огонь, который сходит там, каким образом его достают там, это вопрос еще такой открытый. То есть вот такое вот непонятное что-то. Бессловесное чудо. Да. И самое главное от этого чуда еще и никто лучше-то не стал. От несчастья больше. Да. Не просто не стал, а в прелесть человек впадает, он начинает мынить о себе, что вот я сам помню, вот, когда в матрице патриархийной был полностью погружен, то есть уже один факт того, что ты был на святой земле, понимаешь, а если ты еще был на схождении благодатного огня, то ты уже не фунт изюма, ты уже там избранный и так далее, и так далее, понимаешь, такая аура создается вокруг человека. Он сам о себе мнит и еще и ближние, кто около него, вот тоже вот эти вот обрядоверцы, они ему еще помогают утвердиться в этом. Ну там вообще, то есть такое вот. Да. Мне кажется, это такое общее стремление людей безбожников безбожников к зрелищам, начиная от футбола, например, во все времена там были какие-то зрелища всегда и к чему-то необычным, например, этих магов, как его там, этих фокусников, вот этих, Дэвид Копперфильд, вот таких вот вещей. Это все для зрелища. Христу нужна вера. Христос по вере давал чудеса, творил чудеса, давал исцеление, вот, а те, которым не дается, те ищут зрелище просто. Все. Ну то есть плотское, абсолютно плотское. что-то это плохо очень слышно. Давай пример. Не знаю, кто-то слышит, что говорится? Нет, неразборчиво. Брат, это что-то плохо, да. Посмотри, что там у тебя. Да он в Потеряевке, у него связь-то там совсем нигудышное. А, это Володя, да? Ну ладно, тогда продолжим. Первая глава, 12 стих. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими. Тем, которые приняли его, рабы они или свободны, отроки или старцы, варвары или греки, всем дал власть соделаться чадами божьими. Для сохранения чистоты недостаточно креститься, но нужно много старания, чтобы сохранить неоскверненным образ сыноположения, начертанной в крещении. Посему многие, хотя приняли благодать сыноположения через крещение, но по нерадению не прибыли до конца чадами божьими. Иной, быть может, скажет и то, что многие принимают его через веру только, например, так называемые оглашенные, но не сделались еще чадами божьими. Впрочем, если захотят окреститься, имеют власть удостоиться и этой благодати, то есть сыноположения. Иной скажет еще и то, что хотя мы через крещение получаем благодать усыновления, но совершенство получим в воскресении, тогда надеемся получить совершеннейшее усыновление, как и Павел говорит, усыновление ожидаем, Римлянам 8,23. Посему евангелист этот не сказал, что тех, которые приняли его, он сделал чадами божьими, но дал им власть соделаться чадами божьими, то есть получить эту благодать в будущем веке. Ну вот это интересно, что это дар божий, он дал власть быть чадами божьими. Интересно. То есть соделаться еще, значит. А как ты это понимаешь, дал власть быть чадами божьими? Ну вот тут надо поразмыслить, мне тоже сейчас интересно это. То есть это власть, которую Бог дает, и вот толкователь то говорит, что одни понимают, что это во время крещения дается, а другие говорят, потому что апостол Павел сказал, усыновление ожидаем, то есть полное усыновление будет именно по воскресению, после страшного суда. То есть в полной мере чадами божьими мы можем быть только тогда. но власть чад божьих он дал уже сейчас. То есть власть такую же как и будем иметь. Я это так понял. Кто-то может хочет что-то сказать. Вячеслав, так в крещении Христос нас примирил с Богом, мы уже есть чады Божьи. Но тогда Наталья, смотри, интересно, вот тут он пишет, посему многие, хотя приняли благодать цены положения через крещение, но по нерадению не прибыль до конца, да, это ладно. Иной быть может скажет, что многие принимают его через веру только, например, так называем оглашен. Так, сейчас, иной скажет, что хотя мы через крещение получаем благодать усыновления, то есть благодать усыновления, но совершенство получим в воскресенье, тогда надеемся получить совершенство и усыновления. То есть как Павел говорит, усыновления ожидаем. То есть вот в чистом виде сынами Божьими становимся после воскресения, а власть быть сынами Божьими получаем во время крещения. Только так можно сочетать это две как бы вот эти позиции, то что написано, что дал власть быть чудами Божьими и то, что он говорит усыновления ожидаем еще. Вот в чем дело. То есть все души, находящиеся в раю, они еще не достигли именно того совершенства, которое будет после второго пришествия, после страшного суда. Вот такие интересные вещи открываются. Да, да, да. Иначе бы, смотри, если бы мы, если бы в полной мере считать уже себя сыном Божиим, да, сейчас, после крещения, то тогда это будет противоречить вот этому словам Павла усыновления ожидаем. То есть, а если вот как вот как здесь растолковал как раз таки толк, феофилак болгарский, то нет никого противоречия. вот интересно, никогда это я тоже не знал. То есть, это процесс, и процесс, по всей видимости, никогда не заканчивающийся, что ли, совершенствование, подобление Творцу, никогда не заканчивающийся, длящийся вечно, я не знаю, как это сказать. Евангелие Туана, первая голова, тринадцатый стих. Которые не от крови и не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. То есть, рожденные свыше. Делает некоторым образом сравнение божественное и плотского рождения. Не без цели, напоминая нам о плотских родах или родах, но чтобы мы, через сравнение, познавшие неблагородство и низость плотского рождения, устремились к божественной благодати. Говорит, которые не от крови родились, то есть, месячных, ибо ими питается и растет дитя в очреве. Говорят так же, что и семя прежде в кровь обращается, а потом образуется плоть и прочие устройства. Ну, сейчас мы знаем, как это делается. Но так как некоторые могли сказать, что и рождение Исаака значит было такое же, каким рождается верующий во Христа, так как Исаак родился не от кровей, ибо у Сары прекратились месячные отделение кровей, то есть, она родила-то там в 90-е, бытие 18-11. Так как некоторые так могли подумать, то, так как некоторые так могли подумать, то евангелист прибавляет не отхотение плоти, не отхотение мужа, то есть, это не так, как Сара родила. Рождение Исаака было, хотя не от кровей, но отхотение мужа, так как муж точно желал, чтобы Аса родилось ему дитя, бытие 21-8. А отхотение плоти, например, Самуил от Анны. Итак, можешь сказать, что Исаак отхотение мужа, а Самуил отхотение плоти, то есть Анны, ибо эта неплодная сильно желала получить сына. Первое царство 1-6. Законно всем имел закон во всем имел тень будущего, евреям 10-1. И не сообщил изолитянам циноположение вполне, но как бы в образе и мысленном представлении. А мы через крещение самым делом получили Духа Божия взываем Авва Отче. У них как крещение было образом и тенью, так и сыноположение их прообразовал наше усыновление. Хотя и не назывались сынами, но в тени и самой истинной сыноположения не имели, как мы теперь имеем через крещение. а тут уже говорит, что в самом истинной мы имеем сыноположение. Но тут какие-то может у кого-то вопросы есть? Мне вот тут лично понятно. нотка такая уничижение естественного рождения прозвучало там у филакта болгарского, да? Ну вот, видимо, по сравнению если с рождением выше, это полное как бы невозможно без уничижения это говорить. потому что это настолько противоположно насколько это возможно. Да, что ничего общего. Да. Это то рождение плотское животное, а здесь от Бога абсолютное, но бесстрастное. Ивангелие Туана 1.14 И слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Сказав, что мы верующего Христа, если желаем, соделываемся чадами Божьими. Ивангелист присыкупляет и причину столь великого блага. Сто слово стало плотью. То есть причина в том, чтобы Бог воплотился. Именно поэтому мы можем теперь стать чадами Божьими. Называет также Писание целого человека плотью. Когда, например, говорит «И узрит всякая плоть спасения Божия». Ибо если воплотивше слово не приняло души человеческой, то и души наши еще не исцелены, ибо чего оно не приняло, того и не осветило. И как смешно, тогда как первая заболела душа, ибо она в раю сдалась на слова змеи и обманулась, а потом уже вслед за душой, как госпожой и владычею коснулась рука. Воспринято освящена и врачевана плоть служанка, а госпожа оставлен без восприятия и без врачевания. Словами же обитало с нами научаемся веровать, что в одном Христе два естества, ибо хотя он и един по ипостаси или по лицу, но по естествам двояк Бог и человек, а божеское естество и человеческое не могут быть одним, хотя и созерцаются в одном Христе. То есть из этого мы знаем, что природа Христа двоякая, он Бог и человек, естество божественное и естество человеческое, и это происходит не слиянно и нераздельно, нельзя это соединять. Слово полное благодати, потому что и учение его было, так сказать, облагодарственно, как и Давид говорит, благодать излилось из уст твоих, Псалом 44.3 И евангелист замечает, что все удивились словам благодати, исходящих из уст его, Лука 4.22 и потому, что он подавал исцеление всем нуждающимся в он их. Но Аполлинарий, ладокинянин, еретик такой, составил отсюда ересь. Он учил, Господь и Бог наш воспринял не целое естество человеческое, то есть тело с душой словесным, но одну только плоть бессловесной разумной души. То есть я поясню, то есть он учил, что Господь, как бы вот у него божественное естество, то есть он как бы воплотился, но использовал только человеческую плоть, то есть вот тело только человеческое, а душу человеческую у Христа не было человеческой души, у него была. И вот он говорит, Фефилакт, какая же была нужда в душе Бога, когда у него телом управляло божество. Ну, то есть, это, точнее, говорит еретик. Подон тому, как у нас тело наше управляется душа. И основание сему, думал, видит в настоящем изречении. И слово было плотью. Не сказал, говорит евангелист, что слово стало человеком, но плотью. Значит, оно восприняло не душу разумно и словесно, но плоть неразумно и бессловесно. Ну, то есть, потому что тут применялся, то есть под плотью понимается человек, а Аполлинарии, он сказал, он подумал, как еретик, что значит, то есть, речь только о плоти. То есть, вот просто плоть, вот как без души. Ну, как и многие еретики, они не понимают, как, то есть, не знают толкования, не могут понимать правильно, не хотят. Они вот читают плоть, и значит, плоти все. Но никто так никогда не понимал. То есть, все под плотью понимали всего человека. То есть, в данном месте Писания. А хотя в других местах писания может подплоть подразумевать столько плоть примеру поэтому в немецком языке просто мясо ну вот интересно это интересно почему геннадий фас ночи не обращается к немецкой библии потому что вот в немецкой грамматики да вот как объясняется вот допустим даже слова вначале было слово слово было у бога есть только два значения в немецком языке слова принадлежащие кому-то да и просто слово то есть принадлежащие кому-то там написано с большой буквы именно богу то есть то есть это уже понятно ты читаешь ее и понимаешь что это слово принадлежит богу не просто человеку или там сказанное человеком а именно это и слово божье так садя сегодня читала вот это вот на немецком языке как раз первую вторую третью главу и это меня просто поразило просто плоть слово стало плоть там по если переводить просто мясо имеется ввиду но кровь и и вот этот наши жилы сухожилия мышцы на английском также кстати flash тоже плоти как меня вот как тоже ну все что и вот по-хорошему то надо подлинники смотреть там ног там кашу гривне греческий или евре там на чем она была написана кстати это хорошо делал евгений как его забыл авдейенко да 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 он очень обращался на греческом означает крес крес это мясо на самом деле услов 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 много значений понимаете флэш там одно значение только у слова там мясо многозначные слова на самом деле ну и надо понимать что священное писание она одним и теми словами разные вещи часто говорит допустим слова мир это имеет несколько разных там значений то есть мир как противоположность богу мир как то есть дать и в цирку извини пожалуйста в церковно-славянском как раз вот мир имеется ввиду общество человеческое все вот эти законы человеческие там с и ютированное было на написание а если мир как мир духовный мир божий то как наше сейчас современное и в церковно-славянском так вот отделялись эти понятия до на письме да 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 и поэтому надо вот этот символический язык писания его знать чтобы да что иначе можно впасть в ересь какую-то вот как вот здесь папа ленарий то есть он зацепился что это мясо и все пошло поехало все и насчет от наивнусь какая у какой упертости надо обладать что ваш вселенский вот она есть узость взгляда на истину как агнатихон часто говорит да 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 или шаш селенскими собор пришлось собираться что там отвергать эту есть каким упертым надо быть чтобы вопреки всем просто это считать так и слово был так она восприняла не душу разумные словесными но плотнее разумную бессловесную верно не знал он несчастных что писание часто называет частью целое то есть вот надо знать это что часто бывает писание за частью как много надо знать чтобы не впасть елис евангелие потому что и даже написано что апостол петр 3 глава 16 по моему стих 1 петра до 3 16 говорит что про апостола павла говорит послание которого есть нечто неудобно вразумительное что невежда не утвержденные к собственные свои погибли превращают как и прочее в писании то есть писание можно читать их собственные погибли превращать если неправильно его толковать как это делают вот сектанты собственно говоря да и вот допустим монашествующие православные они вот ты смотришь и у них чисто и вот целые отделы просто писание полностью пропущены о них просто не видят особенно все что касается благовестия то есть они как узко смотрят они видят все что касается покаяния все что касается там исихазма там это все что вот это все они видят а все остальное не видят там зацепились за сердце сокрушенные смиренные господь не утяжит и все это повторяют а все что остальное там идите проповедовать евангелие такая вообще закрыта полностью на самом деле там у них полно всяких заблуждений и в части части покаяния а а я вот еще мысль пришла что даже в православии восточном были две школы одно буквально толкование писания ян златоуст представитель вот яркий а другая вот в александрии была школа они все от символизмы знаешь символическое такое аллегорическое толкование библии больше вот это направление было и вот как раз вот из этого аллегорического оттуда-то и побольше ересей происходило но это самое опасное хотя писание она символического очень то есть у него она образами написано но это и опасное самое то есть там и можно действительно куда-то уйти виталий можно просто библии нужно различать же когда ездить символизм где прямом смысле там же если разные разные уровни то есть есть идея в одном стихе там несколько смыслов так далее тоже известно поэтому и он и он златоуст я уверен что я не знаю точно но я уверен что там нет такого что там одна школа как бы только прямой смысл а другая только там ну нет ну конечно нет ну просто как обещать это дело процент процент нам ставят ношение все-таки вот так делать делали упор то есть как бы на это да 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 делаю делали упор да 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 виталий мира сергей смен виталий а вот и вы там изучали экзегетик то есть которые ну как бы у всех явлений и вообще услов смыслы не только конкретно исторические но и библейские вот эти приложения неужели уж и англотоуст мне кажется он именно исходил из этого он именно вот прикладывал из речений событий к различным планам духовной жизни и это уже не буквальное понимание уже другое разве не так как объяснить ну вот он на нравственность больше у него уклон все равно златоуста буквально он не улетал вообще вот в эти знаю вот ну если так можно вырасти в мистицизм вот это там типа как ефрейм сирин там знаешь там улетел и все я нового богослова эзотерики то нету все открыто на самом деле закрытых знаний нет все открыто и все через апостолов принято это все правильно он улетал это нормальное положение а мы же не можем от улетевших как бы оценивать не улетевших мы как бы с той позиции их оценивать наоборот лучше всех конечно это ближе к нам это да да это получается смотреть не исходя от психушки нормальных оценивать надо наоборот исходя из нормальных оценят сдвинутых ну как бы от идеального отталкиваясь смотрим эмпирической да вот а эмпирически там любой может и прав там чего угодно ну то есть это мои на такие высоты поднялись может мы мы просто не можем со своих вообще оценить даже этого а тогда встречали точно ну ладно продолжим или кто-то еще хочется сказать иван гритва на 1 глава 15 стих иван свидетельствует о нем восклицая говорит сей был тот о котором я сказал так там читаю нет все правильно сей был тот о котором я сказал что идущий за мной стал впереди меня потому что был прежде меня иван это иван креститель иван за свидетельство свидетельство о христе прежде чем увидал его так благоволил бог конечно для того чтобы он свидетельствую о христе с очень хорошей стороны не показался лицеприятным в отношении к нему стал впереди меня а мы по православному понимаем так идущий за мною то есть порождению от девы воплоти стал впереди меня то есть он когда он говорит идущий за мною иван креститель про христа это значит что он позже просто родился чем он то есть он на несколько место почт позже родился и только только тут такой смысл я потом будет стал впереди меня то есть стал славнее меня и почтение по чудесам которые совершились над ним по рождеству по воспитанию по мудрости да и вообще по естеству даже был по всему арияне безумно объяснялись и изречение желая доказать что сын божий не рожден от отца но и произошел как одно из творений говорят вот иван свидетельствует о нем стал впереди меня то есть произошел прежде меня и сотворил богом как одно из творений то есть как будто стал он таким не был когда таким но стал то есть еретики но из ниже следующего они обличаются в худом понимании сего зречения то есть дальше будет понятно почему они не правы иван галитуана 1 глава 16 стих и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать то есть он имел такую полноту что все от него такое приняли благодать на благодать что это и даже хлеще не скажешь и эти слова предтечи говорящего христе что все мы пророки приняли от полноты его то есть он мы приняли пророки то есть высокие такие от его полноты и мы приняли благодать разумеется нового завета вместо благодати законоположения так как тот завет устарел и одрехлел то вместо его мы приняли новый почему же скажут на назвали в ветхий завет благодатью потому что иудеи усыновлены и приняты по благодати ибо сказано я избрал вас не за множество ваше а за отцов ваших и визит ветхозаветные приняты по благодати и мы очевидно спасены по благодати так кто-то может это написал наталья пишет у них просто знания христе но не познали они христа и поэтому благовестия не видят то есть это про монашествующих да это когда там виталия монашествующих говорил так вот александрия тоже египет ну то есть это африка как раз там то и были целые ну как сказать ты многотысячные монастыри монашествующих там все это и зародилось вот это непонятное учение там которая в песок ушли все и получается там из 1001 там или сколько какие были реально познали христа которых вот мы знаем как святых отцов иоанна 17 на страшном суде все явлено будет кто что там кто святой кто нет это все человеческое все равно все ибо закон дан через моисе и благодать же истины произошли через иисуса христа объясняет нам каким образом мы приняли величайшую благодать вместо благодати малой говорит что закон дан через мысея то есть бог употребил посредников через человека именно мысея а новый завет дан через иисуса христа он называется и благодатью потому что бог даровал нам не только прощение грехов но и сыновство и называется истину и потому что он ясно проповедовал то что ветхозаветные видели его и говорили образно сей новый завет называемый благодатью истину имел посредников непростого человека но сына божия примете то что ветхом законе сказал дан через мысея ибо он был подчиненный слуга дан а у в новом за новом сказано не сказал да но произошел чтобы показать что он произошел от господа нашего иисуса христа как от владыки они от раба и в конец достиг благодати и истины произошли знак самостоятельности а дан знак рабства то есть когда мы читаем ибо закон дан через моисея это города шума и сера а когда написано что благодать же истины произошли через вас креста то есть он значит иисус христос есть источник всего этого а мы сей мой мы все был данным просто иван галитуана 118 бога не видел никто никогда единородный сын сущий внедрю о чем он явил мы сей как никто другой не бога не видел и не нам не мог сообщить о нем ясного и наглядного понятия но будущий работ послужил только к написанному закон к написанию закон а христос будучи сыном единородным и находящимся в недре отца не только видит его но и всем людям ясно говорит о нем оба ц как же и пророк говорит видел я бога как вот и мы же знаем что и моисей как бы написано лицом к лицу к богу как это так почему так написано порок видел действительно но не саму сущность а некоторые подобия в некотором уственном представлении насколько мог видеть то есть бог являлся в виде в котором как бы можно увидеть какой-то образ давал при том же и но видел в том образе другой в другом отсюда явно что они видели не самую истину то есть не самого бога как он есть ибо ее по существу простую и не и без безобразную не созерцали бы в разных видах и ангелы не видели сущности бога хотя и говорится о них что они видят лица бога то есть вот вот кстати вот так распознается ересь вот смотрите она распознается именно таким образом что если мы толкуем какое-то место писания так что она входит противоречие с другим местом писания то значит это ересь то есть это мы толкуем неправильно потому что писание друг другу не может противоречить само себе вот примеру говорится да что ангелы видят лица бога или то что там говорил моисей был видел бога лица лицом к лицу а здесь мы читаем бога не видел никто никогда то есть если мы будем понимать что мы все действительно видел бога как он есть то это место будет сразу противоречить ему следовательно мы неправильно понимаем то место про моисея и мы должны понимать что и он него не в собственном смысле видел а только как образ который бог ему дал и вот так можно всякую ересь отличить то же самое допустим про иконы если написано что не сотвори себе кумира никакого изображения и не поклоняйся там и не служим да а в другом месте мы читаем что твори изображение следовательно нельзя понимать первое место как противоречащие второму то есть понимание первого места не должно противоречить второму если ты находишь это чтобы она не противоречит вот она правильно если не находишь это все ересь и так отличается можно любую ересь так вот распознать но для этого надо хорошо знать писание чтобы не быть обманутым не еретиками и не самому обмануться потому что не только еретики обманывать но и дьявол через мысли может обманывать читаешь писание он тебе мысли такие нагоняет а ты писать не знаешь что другое место это противоречит и примешь ее а потом по гордости отказаться от этого не можешь такой так устроена ересь сим указывается на то только что они всегда представляют в уме своего бога то есть когда говорит что они ведь лица его то есть они всегда представит в уме и так один только сын видит отца являет во всем людям один только христос видит отца слыша о недре отца не представлять ничего телесного боги евангелист употребил такое название с целью показать средства нераздельность и совещность сына с отцом кому-то что-то добавить может хочется давайте брать и пообсуждаем это интересно ну вот насколько человек может вместить умом там вообще всеми чувствами разумом там бога и нас настолько он и открылся во христе ученикам его там но все кто его видел там слышал и ходил с ним и так далее то есть максимально дальше уже просто ну не идет не не чувства не идут просто не так же ангелом то есть насколько они могут его воспринять насколько он им открывается ну вот так вот я понимаю не более того по своей ангелы же тоже ограничены в природе они же то же творение твари и так далее да они ограничены в пространстве то есть они не могут находиться в двух разных местах одновременно как допустим это делает бог может бог где везде находятся евангелие от ивана 1 глава с 21 по 23 стих и спросили его что же ты или я но сказал нет пророк он отвечал нет то есть это иван креститель отвечать сказали ему кто же ты чтобы нам дать ответ пославшим нас что ты скажешь себе самом так это я чуть не туда залез залетел не за счет вопрос такой вячеслав вот с предыдущим стихом вопрос ко всем вот по каким признакам вот когда кто читали и новый завет в каком месте вы убедились ну и уверовали что христос это не просто человека бог вот по каким там чудесам ли или что ко всем вот кто-то может вспомнить то есть раз щелкнула как бы что-то сознание и ты улит и как бы уразумел и поверил что это не просто человека бог по каким каким местам нового завета вот кто-то может рассказать там поделиться вот я просто сейчас скажу вот по писанию что он бог я убедился вообще недавно вот по писанию именно непосредственно списание то есть вот я когда его стал изучать в этот момент убедился а до этого я шон бог в церкви мне сказали все а потом я сейчас не а я именно спрашиваю по писанию прописать описанию что он бог вот буквально ну можно сказать это все недавно произошло и просто я увидел что везде просто в евангелии вот в любом месте просто ты читаешь и ты видишь что так может только бог я допустим когда читал что он прощает грехи мне в голову не приходило что только бог может прощать грехи или что он говорит я воскрешу вас последний день что только бог может воскресать последний день или что когда он говорит там прежнего ниже авраам был я есть что это только бог может быть то есть он все время намекал показывал что он бог и что там иудеи его как гнали его хотели убить за то что он ставит себя на место бога то есть все враги разумели что он себя ставит на место бога все об этом говорится просто постоянно постоянно но надо для этого как бы открыть свой ум открыть как бы свою душу так в эту сторону повернуть и тогда это видно все а если ты читаешь это и закрываешь то есть допустим сразу взял себе в голову что он не бог и ничего бы тот когда будешь читать все время ты будешь тебе будет глаза бросаться только те места которые это все противоречит но там который где он как человек говорит то есть как ты господь так писание свое сделал что зависимости от души человека от того какой он делает выбор от того как он принимает это так ему она и открывается то есть если ты то есть свободно максимально свободно устроен услышал но еще может кто-нибудь расскажет ключевой момент здесь доверие богу нужно просто человек от доверия богу полное доверие ну я расскажу мне вот первый момент когда он бурю стихиям стихиям сказала все утихло мне вот это первое что меня зацепило ну потом понятно воскрешение лазаря потом что он глаза слепому от рождения ну как сказать сотворил можно так сказать да ну и все остальное воскресенье вот так постепенно постепенно ну короче от чудес ты уверовал ну это же чудеса то еще раз повторяю это не не пустые же чудеса то именно ну как и которые свидетельствуют что он ну как можно сказать ветер перестань и он перестанет ну вот объясни мне ну буря ну этот же дьявол же помнишь интервью дьявола там дьявол говорит что он может а я наоборот по этим всем чудесам я понимала что это сын божий то есть обещанный мессия когда уже в евангелии от юанна я уже просто как бы ступоре было я просто помолилась о господу и говорю да кто такой иисус христос бог или мессия то есть искупитель тот который имеет власть прощать грехи или это бог и просто мне как-то господь открыл вот да вот что не просто такой это как бы совести такой просто был голос я есть им бог и все и тогда я уверовала что христос есть бог а вот это вот все плечи которые читала я понимала что он сын божий но не бог все евангелие от юанна я поверила именно что он бог он всюду и когда-то написано я есть им от начала сущий я поняла еще я уже поняла что христос есть на этих стихах то есть он еще было бы прежде создание мира то есть он был христос евангелия туана ставит точку вообще на том что бог он или не бог просто если вы внимательно прочитать печать ставят навсегда ну и конечно всем известно и молитесь за врагов ваш просто я помню просто что это не сразу видно ну как сказать для меня ничего высота над надземная такая вообще на причем как ключевым образом молитесь за врагов ваших как в теории человек себе не может найти вот в этой плоской нашей мудрости и это все вообще из других областей то есть это его учение она настолько над человеческое что само себе по себе себе говорит о том что она божественный шон бог свидетельствует сама сами вот эти заповеди его они нас они уже сами говорят о том что он бог и тем более он их давал же не как от бога как от себя а яга а я говорю вам от себя давал поэтому мусульмане евангелие от юана не вообще его не понимать то но таки написано божественное евангелие именно у них мусульман вот этот ступор именно на евангелие от юана с первого стиха как начинается все они его не понимает и не могут понять им не дано понять и им не к нему разуму да они и не хотят понимать они просто из чисто из любопытства они спрашивают это самое просто из любопытства но не чтобы уверовать или искать спасение поэтому бог им не открывает как программы это вот пока одна программа стоит на железе не получится другую поставить также здесь замечающие такая функция дух антихриста евангелие туана 1 глава с 19 по 20 стих и вот свидетельство иоанна крестителя когда иудеи прислали когда иудеи прислали из иерусалима священников и левитов спросить его кто ты он объявил и не отрекся и объявил что я не христос высший евангелист сказал что его ван свидетельствует о нем потом вставил что свидетельствовал иоанна христе именно что он стал впереди меня и что все мы пророки приняли от полноты его иудеи послали к иоанна людей по их мнению лучших а именно священников и левитов и притом иерусалимлян с тем чтобы они как умнейший других ласково убедили иоанна объявить самого себя за христа смотри как уклон какая у кого на уклончивость не спрашивают прямо христос ли ты но кто ты а он виде лукавства их не говорит кто он объявляет что я не христос имея виду цель их и всячески привлекая их к вере то есть он им показывает что я знаю мысли мне ваши открыты но и показывает что христос это иной то есть все сделал для подготовки для принятия христа для жить даже их ибо находит что тот кого они считают достоверным свидетельствует в пользу христа и чести его не присвояет себе евангелие туана 1 глава с 21 по 23 стих и спросили его что же ты или он сказал нет пророк он отвечал нет сказали ему кто же ты чтобы нам дать ответ пославшим нас чтобы что ты скажешь сам о себе и он сказал я глаз вопиющего в пустыне исправьте путь господу как сказал пророк исайя на основании древнего предания ожидали пришествия или потому что знали что его бог забрал посему и спрашивают его она не или он так как жизнь его и была подобна жизни или иной но на 3 от всего ты тот пророк он отрекается от всего хотя был пророк как затыкается ну то есть я поясню он же пророком был нам известна что я красить этот пророк почему он грекается что он пар Cake вот здесь дается ответ потому что не спрашивали вот ты пророк но сказали вопрос ты тот пророк . вот здесь в нашем переводе это не видно в русском здесь просто написано к этому пророк то есть вопрос а видать вот болгарский с чем работал там как бы есть оговорка что тот пророк тот порог которого ожидают то есть миссии то есть они знали что миссия о котором говорил моисей сказал что господь бог восставит вам пророка да и кстати мусульмане любят говорить что это мухаммеде речь но там написано что из среды братьев то есть восставить вам пророка из среды братьев ваших то есть это ставит крест на том что это будет араб то есть мухаммед но они тоже из этого выкрасили сказали но это же брат и арабы они братья же то есть если брать там по отцу их можно чего хочешь объяснить итак ивана трех не от того что он пророка от того что он тот пророк которого ожидают а как они знали что слова и моисея том что восстанет пророк то и надеялись что когда-нибудь явится пророк потом опять настойчиво спрашивают скажи же нам кто ты тогда отвечает им я глаз вопиющего в пустыне я говорит тот о котором написано глаз вопиющего в пустыне ибо если не прибавить слов о котором написано то сочетание слов представится странным что же вопиющего исправьте путь господу то есть убьет я говорит раб и предуготовляю сердца ваши для господа и так вы лукавые хитрые исправьте их уравняйте чтобы через вас путь чтобы через вас был путь для господа христа потом приводит свидетельство и саю и сказал великое христе что он господь о себе что он исполняет дело раба и глашатая прибегая пророку быть может слова я глаз вопиющего кто-нибудь объяснит так я голос христа вопиющего то есть ясно возвращающего истину ибо все вестники закона не громогласных так как не пришло еще время истины ивангел и слабый голос моисея подлинно указывал на невнятность и неясность закона а христос как самосущая истина и всем нам возвестивший об отце есть вопиющий и так и он говорит я голос слова вопиющего живущего живущие в пустыне и потом другой начала исправьте путь господу и он как притеча христа справедливо называется голосом потому что и голос предшествует слову там не только же моисей там и исаи как его называют ветхозаветный евангелист то есть он там 53 вот эта знаменитая глава потом пророчество даниила пророка и так далее то там целый комплекс пророков христе го и это все на нем ну на иисусе христе все это совершилось причем тут мухаммед вообще мимо в молоко абсолютно евангелет ивана 124 25 а посланные были из фарисеев и они спросили его а что же ты крестишь если ты не христос и не или и не пророк а вот интересно да а вот я не понимаю почему они такой вопрос задали то есть у них было понятие что если будет христос то он будет крестить так что то есть они понимали так что это что то есть будет погружать или это где-то пророчестве сказано что он будет крестить будет погоня но видимо там речь речь все равно шла об грехах там об омовении знаешь от грехов вот это вот все ну то есть как бы шо ты да ты если не не христос то есть не тот пророк что-то типа грехи смываешь у нас призываешь к покаянию ну да что ты на себя много берешь как бы они ему говорят ты чё совсем ну так грубо говоря всегда пытались что он писание после того как не могли увлечь его на ласкательством чтобы он сказал чего им желалось и самого себе объявил христом застращивать застращай застращивают его очень строгими грозными речами говоря что ж ты крестишь то что дал тебе такую власть и сей речи видно что они иными считали христа а иными ожидаемого пророка ибо говорят если ты не христос не тот пророк очевидно разумеешь что иной христос и иной тот порог худо они знают ибо порог тот и есть самый христос и бог наш и так прокляты те которые принимают крестителя а после крещения не признают его подлинные иудеи порождение химины здесь что-то надо сергею сергея николаевича вопрос ехидна вот почему они так называли про ехидну может что-нибудь расскажете ну биологии это одно как бы здесь в смысле греческом таком древние вообще как бы на древних языках это было ведь мистическое существо вот про ехидну что рассказывать у ехидны физической ехидны в смысле которые биологические существо типа такого ежика с тоненькой мордочкой на конце такой носик с ротиком с язычком в принципе он змеи на образный вот только что что могу сказать вот из образа самого змеи на образный носик прям сует куда угодно да 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 здесь подразумевается в принципе принципе змей змеи образные какой-то и очень что характерно ну я не знаю точно по моему даже с возможности отращивать себе там головы там в общем из своего рода такая очень живучая тварь нехорошая вот который многоглавая много ну будем говорить как и такая вот своего рода как бы трудно уничтожаем ну то есть вот это ехидна это вот не вот это ехидна который сейчас мы видим да это вот это биологически да там из про ехидна есть в австралии там в этой попуанова гвинеи там еще там на островах тихоокеанских это другая да во всем интернете единственная картинка ехидны вот сторону вот она змея какая-то то есть это какая-то была змея тогда но но вообще я тоже встречал то ехидна именно в греческом эпосе когда еще не говорится не уразумел это вот так вот но опять же то есть к этому древнему змею данным ну как вот от санцевает отсылать до происхождение по крайней мере точно как будто оттуда как бы рода того вот я понял как что когда называется что вы порождение ехиднины важно че че вы как бы вот что важно не самый как бы порождение слова она важнее чем слове ехиднины поскольку порождение а потом уже определение идет кого могли сказать там допустим ангел да там бога допустим а могли ехиднины вот ехиднина это сразу нас показывает что есть некая но буду говорить короче карамешники каких нет нет однозначно это змея на но сейчас по-моему я такой не слышал сейчас просто это уже ушло из да сейчас уже друг другое существо назвали так интересно спаси христос иван 120 так иван 126 27 и он сказал им в ответ я крещу вас воде но стоит среди вас никто который вы не знаете он то идущий за мною но который стал впереди меня я недостойно завязать ремень обуви его я говорит крещу крещением несовершенным ибо крещу в одной только воде не имеющий прощение грехов то есть это он отвечает иудеям но приготовительным к принятию крещения духовного дарующего прощения грехов стоит среди вас некто которого вы не знаете господь соединился с народом потому не знали кто он и откуда стал впереди меня то есть почтение славнее настолько что я не считаю себя между последними его рабами ибо развязать обувь дело последнего служения обуви означается явление к нам господа временем ее способ воплощения из того и того как слово боже соединилась с телом способ все невозможно разрешить ибо кто может объяснить как бог соединился с телом интересно такой образ то есть обувь это явление нам господа а ремень это способового воплощения надо пожалуйста простой прямоугольный то есть это вот образная символическая до евангелия тувана 1 глава 28 стих и это приз происходило вифаваре при иордане где крестил иоанн для чего евангелист сказал что сие происходит вифании для того чтобы показать смелость великого проповедника что он проповедовал так о христе не в дому не в углу но при иордане среди множества народа нужно впрочем знать что в исправнейших списках стоит вифаваре ибо вифания находится не по ту сторону иордана а близую салима вот тут пишет игорь галин когда же павел набрал множество хворост и и клал на огонь тогда и хитро выйди от жара повисла на руке его вроде не кусил но она повисла потому что кусила она как мало повиснуть чё она обвила что не просто его и там же люди ты которые видели они живите лет упустила да они уже подумали что сейчас он умрет а ну а он живой и потом они такие о господь бог там да да они его за бога сразу стали считать так бы они чё бы они его считали если бы они его не кусал типа такое искушение да а не зря же слова искус и укус это как бы одного корня это не просто так это говорит о последствии что искус он как бы и укус угроза ехидна небольшое животное покрыто иглами и шерстью вводящие в астрале на строк тихого океана ядовито австралийская змея ну это два до два варианта австралийская в австралию взлетела то есть они удивились эти люди то язычники потому что видимо ну змея то серьезная была и наверно процент все почти умирали от аула он выжил то есть они настолько изумились этому что за бога просто так то не будут человека за бога принимать из таракан укусит конечно ну что братья давайте еще вопрос может какие то есть еще что-то дополним уже время то подходит концу минут десять еще поговорить можем но ты вот меня упрекнул что я там чудо-чудо а вот господь помнишь разговаривал что если слова мне моим не верить он говорит ну дела моим поверьте дела которые я творю они говорят как бы за него да что я не просто человека господь мажь ну да да именно так степени а потом уже ты более духовное правильно уверовал уже по другим еще не ну какие еще как что еще может быть духовней ну глаза он человеку взял и приделал ну взял воскресил четырехдневного трупа уже все разлагающегося что может быть выше больше я не могу что сейчас есть такой уже будем как говорить в науке такое ответвление до которые в принципе говорят что ну утверждать что в отдельных вариантах они могут выйти на такие показатели вот про которые ты сейчас рассказал смысле не факт что чрезвычайное количество лет это будет неубиваемый такой не убиваем чудом таким понимаешь вот и чё вот чё интересно я понял а чё вообще 100 процентов не но это будет все же искусственно как бы королазать лука лукавая все это все равно ведь более чем более чем искусственно более чем лукавый но например как сказать ну но рациональный ум он будет смотреть что если это доступно в таком варианте людям то ну что ж значит есть еще люди будем говорить которые это по-другому решает я имею ввиду в принципе все что чудо которое телесно ну как бы антропоцентрично чудо да но все равно мне кажется нас то трогают мы там все разные дух святой действует как говорится как хочет и где хочет ему видней но мне кажется что в рукаве у господа бога нашего столько других свидетельств да еще кроме всего он же тоже не где мог он идеально было где не надо было чудо вот так вот где это чудо оно было будем как говорить не очи не очами видно это же очень видно и дай которую мы сейчас вот лежит труп и вот он стал пошел вот глазами были как говорится ну вот люди то шли к нему чтобы исцелиться в основном мне кажется это массовый как массовое явление как нет я я почему и спросил говорю что у кто 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 как сети то попал ну в смысле евангельском на каком моменте я и хочу мне вот интересно кто как у мало что-то высказались люди почему молчат но расскажите пока как вы уверовали от от какого момента там священного писания ли как вопрос в студию виталий вот ты говоришь о чудесах а мне интересно когда читала евангелие я задавала сама себе такой вопрос ну как эти апостолы они же ходят со христом столько чудес видят и до сих пор еще не 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 поняли что христос иисус христос есть и тот самый обещанная мессия то есть бог да и поэтому обращение христа к апостолу кому которая просто говорит если я не увижу до раны не вложу пальцы и христос ему что говорит блаженны невидящие и уверовавшие вот мы то есть читаем это слово божие да где-то услышали благую весть вот и сектанты баптисты где они обращаются там где услышали вот слово божие там у них и обращение да то есть они уверовали не видя в христа помните как христос исцелил десять прокаженных один вернулся благодарил те девять исцелились да у них они остались исцеленными один только вернулся и получил исцеление не только интересное но и духовное да вот такая же пропорция да она показывает вот эта пропорция от того кому как бы был дано и кто сохранил как бы понес та самая десятина смотри я например читал первый раз в детской вот евангелия прочитал мне было 7 лет но это сектантское издание какое-то было не помню там жизнь иисуса христа новый завет и у меня никогда не было сомнения что иисус христос это бог не все время это было такая детская вера была но я верю просто и всегда мне никогда не в один момент жизни не было никакого сомнения о том что бог христос и все меня ничего другого не было никакой другой веры никакого искушения в этом плане не было никогда во всю жизнь Не зря же он и сказал, если не будете как дети водиться в царствие. Вот тогда и совпало, видимо, вот это. Так, нет, ну ты подожди, как это так? Ну тебе же кто-то сказал, что он бог там или что? Как это? Ну, у меня бабушка была, которая меня водила в костёк, католический, например. Но помимо этого у меня была ещё вот эта... Сейчас я вот только что нашёл, ну я как-то скину потом. Ну, Новый Завет, такой вот, книжка, и там всё расписано как в виде комикса, да? Такой Новый Завет, земная жизнь Иисуса Христа. И мне это легко потом, когда я читал настоящую Библию, мне потом легко было это всё сравнить и сопоставить. И, ну, воображение не нужно было включать, всё было видно. Я вспоминал просто картинки, образы и как это было. Вот, и поэтому больше я никогда не сомневался, собственно, что Христос — это Бог. Поэтому, ну, такой истинной веры не было ещё, потому что взрослой. То есть детская вера была до поры до времени. До поры до времени, пока я не уверовал по-настоящему, то есть по-взрослому. А так сомнений не было никогда. То есть не было такого, что вдруг есть, вдруг нету. Или какой-то Аллах там, или ещё что-то там. Не было вообще никогда, например. Просто принял в детстве как-то, и всё, и оставалось. Только не было вот у меня такой взрослой веры. До того, как я уже начал и считал настоящую Библию, настоящее Священное Писание, по-настоящему пока не уверовал. Ну и то, тогда для этого нужно было просто пойти к Богу просто. Для этого нужно было шаг к Нему сделать. А он открылся уже тогда потом. Ну как бы так. Ну меня, в общем, ну вот, говорю, с детства я узнал об этом, и у меня не было, может быть, искушений, может, поэтому. Ну вот, так, вкратце. Мне кажется, мы здесь немножко как бы продолжаем линию. Вот, допустим, всякие антропологи, которые изучают, и здесь изучают такие древние общества, которые сохранились немножко у нас, дикари, да, в Сельве, Южноамериканской, в Африке, там, на островах. Практически же нет народов, у которых нет вообще никакой религии. Богоцентричный мир у всех, ну, в разной степени, как говорится, замещает этого Бога, там, разные силы, разные планеты, или там, ой, в смысле, светилы и прочее, но у всех есть. В смысле, не зря говорят, что они как дети, они сохранились, остались эти общества, они на детской стадии такой некой. И вот мы тоже такие дети, когда реальные были, реальными детьми. Вот в таком виде Бог практически у большинства, мне кажется, был, что есть некий, ну, как бы отец отцов. Вот у меня вот так было. Я точно знал, что есть, я точно знал, что не цепочка случайных событий, вот это как бы чувствовалось так же, вот. А некая деятельность, будем так говорить, некий, некий такой, ну, сейчас уже я, как бы его так могу, ну, как бы не то, что назвать, ну, если отвлеченный, это такой субъект стратегического действия основной, вот такой. А потом только уже произошло тоже, тоже встреча, тоже через там атеистическую, одну там брошюру, коммунистическую такую, которую я вот рассказал, тоже библию такую сокращенную какую-то полудетскую. И тоже прям читал, для меня как прям само собой разумеется. А вот он, вот он Бог, а вот, вот он. Да он еще и вот он. И люди еще, я узнал, что верят в него. Ну, как бы. Ну, а потом, как я вам тоже рассказывал, меня тоже поразило, насколько отгонение оказывается, насколько выжигали их. Я читал много исторических книг, очень любил и мемуары и прочие, и революционные, и военные. И когда увидел, как там уничтожали и священство, и вообще веру, за веру у Бога какие были, вообще, экзекуция, то, конечно, тут вообще уже понятно стало, что это не только не пустой звук, а какая-то реальность. Ну, предельно, будем говорить, стойкая, устойчивая. Ну, наверное, у всех по-разному здесь. Как бы сам он тура что-то. Это в лекциях Геннадий Хаст рассказывает то, что у всех народов свое видение Бога, и по-своему называется Бог в их понимании. И там еще он рассказывает, что у всех этих народов, помимо еврейского народа, у всех тоже было жертвоприношение. И дошло до того, что у других народов языческих жертвоприношение они детей своих приводили. То есть жертву приносили людей уже, а не животных или скотинь. Ну да. Да, вот это, Наталья, точно. Вот понятие жертвоприношения, оно же связано с понятием возмездия. Что возмездие обязательно существует в мире. В смысле, все возмездное. Как бы ничто просто так не сойдет. Никому с рук. Это абсолютно у всех народов. И что самое интересное, там он рассказывает, вот эти вот все погремушки, деревянные бусы, разные вот гостички, плетения. Это все было у языческих народов. И именно вот какое-то жертвоприношение, да, они одевали там, кто цветы, кто там из дерева какие-то изделия делал, кто-то красился себя, кто-то протыкал. Ну, это. И вот почему вот сейчас в современном мире, вот сейчас ты даже посмотришь, вот у нас в Европе дети разные побрякушки носят, да, делают разные идеи, они совсем не понимают. Там иероглифы, рисунки нарисованные. Они даже не понимают, что это все языческое, это все то, что приносили раньше язычники, да, жертву своим богам, как говорится, жертву бесам своим. Вот это все сейчас просто стало модой и модным. То есть вообще понятия нету, что носят бесам жертвенное. Вот это вот обряды, которые побрякушки разные, они то травы сухие, то благоухание, зловоние вот это разное. То есть это все от них. Ну, это элементы духовного регресса уже. Ну, вот эти татуировки, перстеньки, все, это же у этих африканских племен, вот прелюбодеяния, да, есть африканские племена, у них это принято, допустим, муж там ворует, то есть они как бы соревнуются, собирается одно племя с другим племенем, и они соревнуются, кто сегодня успеет чужую жену украсть. Не в зависимости, что у нее есть дети или нету дети, но то, чтобы муж не увидел, если он ее украл, все, она ему принадлежит. Ну, это же по нашему прелюбодеянию. А у них оточетается достоинство, что он украл чужую жену. И еще как они определяют эти, африканские эти девицы из племен, что это хороший муж? Они смотрят на цвет зубов. То есть у них цвет зубов, да. Чем лучше зубы, значит, муж хороший. Да, Наталья, еще там интересная вещь. Ну и где, кстати, эти народы? Все на задворках. А вот еще там интересная вещь. Во многих племенах матриархат закрепился. Там вообще выбирают вообще всегда женщины. Ну, выбирают женщины. Да, да, там полный феминизм. Там есть такие, что убежит ли от меня вообще жених, если он, как говорится, хорошо бегает, убегает от нее хорошо, вот она еще за ним еще скорее бежит, чтобы типа вот проверка. На самом деле это вот предельно, будем говорить, зоологические способы. Ну, не хочу говорить, понятно, что там не обошлось без совщины, да. Но так-то вот если взять, это зоологический способ существования человека. Зоо способ. Он от обезьяны здесь недалеко отошел. Ну и соответственно, на самом деле, нигде в исторических аналах нет этих племен как таковых. Они не субъекты вообще ни в каком виде. И там, что интересно, у этих народов есть склонность к колдовству. Почему? Они не знают Бога, да? И они что, у них вот эта вот связь с потусторонним миром, именно с бесами, с дьяволом. И они вот это вот пророчествуют. И вот самое интересное, вот женщины, сейчас современные женщины, они не покрывают голову, и они не могут пророчествовать. Вот деяния апостолов, это дочери Филиппа, они пророчествовали. В Ветхом Завете очень много женщин, которые пророчествовали. То есть, если ты знаешь Бога, да, Слово Его, ты покрываешь голову, ты молишься, вот как такие женщины, как мать Самуила, таких много, Девора, женщин. Вот современные женщины, почему не ревнуют, а дарит пророчество, да? Вот церкви, почему нет духа пророческого? Вот ни мужи, ни женщины. Она, во-первых, не покрывается, не изучает Священное Писание, да? То есть, она не учится, она не сидит у Слова Божия, у этих живых потоков вод, как Ланни спешит потоком вод, вот так вот и женщина. А у этих народов, которые не знают Бога, поэтому они все склонны к это колдовство. И там жена у них наколдует разные заклинания, вот муж и бегает, как что-то с табакерки, туда-сюда. Там даже существует, Наталья, в этих обществах обязательно существует, ну, псевдо-священники, как бы, ну, не священники, да, жрецы их и прочие, там, шаманы, они тоже, они там типа рукоположение тоже имеют свое. Ну, в смысле, вот это анти, будем говорить, оборотническое, да? Да. Демоническое. Да, демоническое. И там очень... Они передают друг другу, им надо передать по поколению, там, если беса передать должны. Это колдуны у всех тоже так же. Духовные законы, они же как бы тождественные, они... Вот Африка Мали, хотя они и приняли ислам, да, вот они самые такие яростные и бесноватые. Если вот они, если начнут нас, как говорится, резать, да, они это как бесы в оплоте. Кто, кто, Наталья? Кто? Африканцы Мали. А, Мали, Мали знают, да. Африка Мали, они такие черные, как уголь. Знаю, знаю. Они на Сахаре, на Юге Сахары. Вот у них до сих пор есть вот это вот жрецы, вот это вот жертвоприношение, это поклонство разное. И хотя они и мусульмане, но у них есть тоже вот это вот свое как бы течение, вот как еретики. Вот как в исламе есть еретики, как у нас, вот так и у них там по ихнему, это самое, по ихней религии, вероисповедания, тоже есть свои еретики. И колдуны у них самые яростные, вот эти вот африканские. Ну да. Так а тут же, вообще в Уду-то тут же пришло, через круги обошло, через торговлю-то. И так же происхождение-то оно. Вот на Руси есть из дерева вырезает бог солнца, бог воды, бог ветра. Это все есть в африканской, у жильцов африканских вот это вот все оттуда идет. Это у них есть. И что самое интересное, и в России то же самое есть. Только по-русски. А вот интересно, что вот как дьявол, он постоянно косит под богом, повторяет за ним, только обратное делает, да. Вот есть рождение свыше, да. И они то же самое делают, допустим, у буддистов, там просветление есть. То есть они стремятся, там, стать просветленным. То есть это некое событие у человека должно произойти в жизни, с которого в момент он становится просветленным. И часто ему это передает учитель. То есть человек должен там добиться чего-то перед ним. Ну, то есть не каждому это дается, и он становится просветленным. Ну, то есть он бесноватым становится полностью до конца. И вот то же самое, то есть то же самое все повторяет. Христос, Антихрист, то есть все время идут вот эти повторы. Получается, что сама карта... Это как какая-то карта среди колдунов. Какое-то учение, ранги среди колдунов белой и черной магии. Кто-то чем-то просветляется. Кто-то больше, кто-то меньше. Кстати, чудес у буддистов вообще больше, чем у православных даже. Там вообще они дошли до, я не знаю, до невероятности. Я не знаю, там испаряют в огонь превращаться, там материализовать вещи. Ну, то есть уж по чудесам там они вообще всем фору зовут. Абсолютно. Там даже у них не только нетленные мощи есть. У них там просто живые мертвецы, которым там, не знаю, 500 лет, у него там кровь идет по жилам, по сосудам. Его там нашли, он... Да. То есть это даже ни у кого не было еще. Это просто сверх... Вот ты сейчас сказала, мне напоминаются слова Игнатия Тихоновича. Вот нас называют баптисы, трупопоклонники и в Ветхом Завете, то есть всех закапывали, да, даже вот когда евреи шли в плен, да, то они что делали? Они старались спрятать тело, закопать вот это, провести обряд свое погребение, да, но чтобы тела не было, вот как вот у буддистов, да, вот и у мусульман тоже есть тоже такое же, вот что у них есть свои мощи, вот это трупопоклонство, чтобы все закопать с почесами и не членить тело, так у них хотя бы все тело стоит, а у нас пусками, не поймешь что, откуда и когда и вообще, человеческое это или нечеловеческое. Я расскажу к слову тогда. Извиняюсь, вот мне священник Роска, который меня крестил РПЦЗ, Каунов, отец Константин с Урала, а сейчас он где-то у старообрядцев там на Востоке, так он рассказывал, что в Киево-Печерской лавре как мощи вот эти вот делают, как они какой-то, ну вытащат там какие-то один труп, начинают его дробить там на атомы, на наночастицы, и каждые частички ну куда-то ложат там в пакетик и имя пишут там такой-то святой, следующая частичка другой уже святой, понимаешь, до чего, до какого шулерства доходит, следующая частичка еще один святой, вот отец Константин рассказывал, пожалуйста. По этой причине во многом, я вот когда от 50-ника пришел в церковь, и во многом из-за этой причины я не мог никак, я не мог принять никак вот это вот почитание мощей и так далее. Православие не мог принять из-за этого? Нет, нет, не православие, ну, можно сказать отчасти, я все принимал, даже иконы, мне сложнее было, но я принял иконы как бы там, и все вот эти нюансы, все, о чем мы сейчас говорим, много вернее, и, а в частности, мощи, я до сих пор не понимаю, ну, зачем это нужно, я никак это, не могу догнать, но, чтобы смириться, да, для смирения я подойду, всегда поцелую, поклонюсь, ну, как Игнать Тихонович собственно и говорил, тоже, подойдешь, поцелуешь, поклонишься, но я не понимаю, мне это не нужно, для веры это мне никак не влияет на веру, иконы я еще понимаю, как-то в какой-то степени, не нужно, в принципе, тоже, но принимаю, мощи, мощи это бизнес, но не понимаю, бизнес, не понимаю, все, там, где мощи, там идет трафик, большой людей, большой поток денег, все, вот на этом все построено, перевозишь мощи, и сразу каналы денег переходит, действительно, вот, когда я об этом узнал, вот, про это все, финансовые моменты, для меня это большим искушением какой-то момент было, и, так, охладела вера какой-то момент у меня, и, вот, тоже, очень искушал, поэтому я думаю, какой смысл от этого, какой толк от этого всего, только искушение от них, никогда я не понимал, по-прежнему понимаю, мне это не нужно, но ради смирения, ради того, чтобы быть православным, я подойду, поклонюсь, поцелую, все сделаю, как надо, и все. Ну, это самое главное, вопреки Слову Божьему идет. Не, у меня сейчас все желание пропало, я не подхожу к раке там никакой, все, вот стою, помолиться этому святому, и все, а чтобы подходить, я не подхожу, у меня уже нога не идет. Это Виталий, святой-то, не виноват, святой-то не виноват. И он уже, но он же во царстве Божьем уже, ну, как бы туда. Так нет, ну вот, вот ему и молишься умом, ты ему, к нему в душе обращаешься, при чем тут его там мощь, или еще что-то, труп его, зачем это все надо? Просто, а мне еще всегда казалось интересным, почему, если, ну, будет возрождение, и соединение с телами, зачем же разделять, усложить, зачем? Ну, нет, и самое, это, учение-то, действительно, святой дух пребывает в телах, тоже, в том числе. То есть, но вот то, что его дробят, их то, что делают из этого бизнес, именно это плохо, а не то, что почитание мощей. Почитание мощей, всегда христиане, с первых веков, и мы в канон есть, которые это говорят, и почитали, и златоуставы, то есть, почитать мощи, это нормально. Это как, но из них спасти, можно спокойно, как и спасались всегда. Но, вот то, что из этого делают, вот это зло, вот это надо разделить. Ну да, им надо место, место мощей в могиле, в земле. Мы же почитаем, конечно, ты почитаешь, тех, кого ты любишь, как бы, родственников, родителей, ты их почитаешь, еще как почитаешь, но ты с почетом их захораниваешь, по слову Божьему, как говорится, и все, вот и весь почет. А это натуральное лукавство, и бей, ну как, и уже все, я же вам скажу, как что они делают, они не без зазрения совести, они вот что-то, даже язычнику такое в ум не придет, что творят. Ну так это не почитают, вот именно, это антипочитание, когда его дробят-то. Какое, да, может быть, почитание, когда его дробят, просто его там... Да нет, мало ли что дробят, они лукают, я же тебе говорю, из одного трупа они там пишут разные там имена святых, то есть это как называется вообще? Виталий, но там они встали на луковый путь, Виталий, там уже мы не можем, они вообще... Как это вообще называется? Там уже мы не можем исследовать все вот эти, знаешь, как бы... У них это... Да, нужно принять просто и все, да, это до второго пришествия действительно, может, скорее всего, не изменится, поэтому... Интересно, что это чисто по-коммунистически, это цель оправдывает средства, то есть он себе внутри цель поставил, чтобы люди, ну, поклонялись, и они так думают, что вот человек тут узнает, что какой-то святой прибывает, какая частица, они пойдут будут поклоняться, и за счет этого ближе станут к православию и придут к церкви. То есть они такую себе цель дьявол им в голову всунул, любые средства отправдывают, даже обман. Я это просто знаю, так устроены вот это большинство православных, именно так они воспринимают, именно поэтому они там придумывают чудеса, там, рассказывают о чудесах, чтобы как бы... Людей как бы привлечь в церковь. Но это так, как это на Лугаске. А ты знаешь, какое дмение... А знаешь, какое дмение идет, смотри, вот проследи. Вот у кого есть мощи, например, вот у тебя, если дома есть частица мощей какого-то, так ты там уже такой прям весь из себя уже начинаешь там, мнить, понимаешь, вот. Это как вот с тем огнем вот этим в Иерусалиме. То же самое. Получается, что... Получается как? Не просто самочинно стали делать в церквях это, вообще, да, в монастырях, а они в угоду, вот в угоду мирским и прихожанам. Потому что я прям знаю, да, привычка вот у прихожан в русском... Если видишь, что цветок кусочек себе оторвать, нести. И вот, пожалуйста, в угоду плодиться, дробиться, чтоб на всех хватило. Все хотят, ценность вот так появляется. Ценность от спроса появляется. Не наоборот. Спрос, как только... А вот теперь, извиняюсь, я не могу, меня разрывает. А вот вспомните, как с бетлами или что, с какими-то звездами поступали. Их готовы были разорвать, там, на наночастицы тут же взять себе. Ну, то есть, это что за явление-то такое? Я один раз в центре такого явления был, кришлоидским, когда, ну, прошлым, греховным. Мне их, их гуру какой-то там надел на шею веночек. На веревке бумажные розы, да? Толпа из 500 человек мгновенно подскочил. Если бы я руку не засунул, шею бы оторвали мне. Между вот веревкой, да, и просто, не поверите, я такого не видел. Просто вот, сумасшедший дом, это, знаете, детский сад по сравнению с этими кришлоидскими фанатами. Так вот дух-то, вот какой дух. Да. Пожалуйста. Ладно, братья, давайте заканчивать. Давайте начнем, помолимся. Сейчас я начну молиться, а потом Наталья помолится. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Достойныйся квоистину блажите Тебя, Богородица пресноблаженная и пренепорочная и Матерь Бога нашего, честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения серафим, без истления слова Богородшую, сущую Богородицу, Тебя величаю. Наталья, молитесь. Бесни, небесный, любящий Господь, Бог Егова воочи, именем Иисуса Христа прошу у Тебя, даруй нам путеводительство Духом Твоим святым, даруй, Господи, нам руководство Словом Божиим. Пошли нам, Господи, людей, которые желают слышать Слово Божие, которые еще не слышали о радостной вести Твоей. Открой в нас таланты, дабы мы умножить для славы имени Твоего Святаго. Господи, через наши труды, которые мы выставляем, и в интернете, чтобы нашлись новые души, которые читают, наткнулись во всем мире, обрати, Господи, еврейский народ и благодарим Тебя за еврейский народ, за то, что сохранили Слово Твое Святое, за толкователей и переводчиков Священного Писания, за нашего духовного учителя и наставника Игнатия Тихонович, за труды его и Геннадия Фаста, Господи, благослови его и детей его, и семью его. Этот труд, который он собрал в этих книгах, он столько труда приложил к этому, и все, Господи, сохрани в истине Христовой в Церкви Таэзии, который трудился над толкованием Священного Писания на Новый Завет, над этими книгами открытым оком. Новокрещенных, Господи, сохрани в истине, не дай ему идти с этого пути, ни влево, ни вправо, только идти по прямому пути. Господи, исполни Церковь Твою Духом Пророческим, дабы мы пророчествовали в пришествии Твоему. Пошли проповедников, католикам, мусульманам, буддистам, иудеям, язычникам, и все отступники от Церкви Христовой, Господи, найди их, не дай им покинуть. И безо всех хвала, слава, чести, поклонения отец, сын и дух свят, и ныне пресной во веки веков. Аминь. Распусти нас, Господи, с миром, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.